Привет, Страж! Добро пожаловать в новое видео на канале Triple Vipe. Сегодня я, Джонни Лейни, познакомлю тебя с новым проектом от студии BioWare Anthem. Что это за игра, о чём в ней пойдёт речь и почему об Anthem так много говорят среди Destiny игроков? Постараюсь ответить на все эти вопросы. Погнали! Итак, игра Anthem была представлена широкой публике на E3 в 2017 году и сразу приковала к себе взгляды игроков. Ведь, во-первых, после провала последней части Mass Effect, BioWare осталось много вопросов у фан-базы. А во-вторых, заявления об игре со стороны этих самых разработчиков были очень амбициозными. Они заявляют, что игра является неким ответом The Division от Ubisoft и Destiny от Bungie. Anthem — это шутер с открытым миром, мультиплеером и сюжетной веткой с видом от третьего лица. Всё же BioWare не особо любят классический для жанра вид от первого лица. Что же нам предлагают по сеттингу? Огромный открытый мир на некой планете, населённой разными животными и монстрами, с массой путанных троп через джунгли и пустынных равнин. Люди уживаются колониями. Именно эти самые колониальные города и аванпосты и станут нашим домом и социальным хабом. Прямо как в Destiny. Тут вы сможете общаться с НПЦ, брать задания, получать за них вознаграждение, а также приобретать новое снаряжение. Наш герой не спаситель всего мира и не хранитель человечества, а некий рейнджер, который отправляется на задание и просто делает свою работу. Конечно, возможно, по мере прохождения сюжетки он и столкнётся с неким выбором и в итоге окажется в шкуре того самого спасителя мира. Но это не точно. Главной фишкой снаряжения рейнджеров станут костюмы Джавелины. Это такие классические экзоскелеты, на которые можно будет устанавливать различный обвес, улучшать их внешний вид и характеристики. Прокачка костюма и оружия идёт по стандартной схеме. Выполнил квест? Получи награду, открывающую доступ к новому снаряжению и оружию. Кстати, разрабы заверили, что просто так задонатить и прокачаться за один день не выйдет, так что игра в любом случае будет рассчитана на некоторое время прохождения и геймплея. Пушки, кстати, все различаются по разным грейдам, которые, в свою очередь, обозначены разными цветами, прямо как в нашей любимой Destiny или всё том же Division. Кстати, в основном игра подаётся именно как кооперативный шутер на команду из четырёх таких вот рейнджеров. Однако разработчики уверяют, что и соло-игрокам будет как интересно провести время в игре. Но мы-то знаем, что в таких случаях это не совсем сопоставимый интерес. Против кого нам предстоит сражаться? Конечно, будут монстры и различные дикие твари, однако и стычек с мародёрами и охотниками за головами не избежать. Будет ли в игре полноценный пвп-режим, пока не сообщается. Но пока складывается впечатление, что игра больше сконцентрируется только на пве, хотя в таком случае её будет очень сложно назвать соперником Destiny, в которой пвп-составляющая играет важную роль. Ещё одна деталь, которая может напомнить нам о неком ответе Destiny, это слова руководителя Патрика Сондерленда, который заявил о том, что путешествие Вантем продлится 10 лет. Что он имел в виду, не уточняли. То ли игра будет поддерживаться 10 лет, то ли как Destiny, тайтл будет наращивать массу в течение этого срока за счёт выпуска сиквела, триквела и так далее. Увидим. Но звучит это снова очень амбициозно. Визуально игра выглядит сочно. Конечно, особо выделяющегося индивидуального стиля, как в Destiny, тут нет. Удивлять игра скорее собирается масштабом и разнообразием кастомизации. Больше подробностей станет известно после беты, которая, по словам BioWare, обязательно будет. Я же сыграю в неё и поделюсь с вами личным впечатлением после этого. Сама же игра выйдет на всех актуальных платформах PS4, Xbox One и PC в четвёртом квартале 2018 года. Пока на этом всё. Пишите в комментариях, что думаете об игре. Спасибо за просмотр. Не забудь поставить лайк, если хочешь больше видео о других играх на канале Triple Vibe. И подпишись. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok